Добрый день! Сегодня я записываю свое третье видео для дистанционного лечения в центре Бердавит, который находится в Израиле. В этом видео я буду говорить об успехах своего сына, которые произошли за последние пару месяцев. Хотя, наверное, нужно брать в расчет с самого начала сентября месяца. Наши успехи потихонечку идут, планомерно, каждый день, день за днем. И вот как бы у нас сейчас накопилась информация, с которой хочется поделиться. Первое, у нас ушла нервозность, истерики, скандалы, драки. И ребенок стал достаточно спокойным, в эмоциональном плане. У него ушли стимы практически, вернее, как, по большей части они отсутствуют. Но если у него какая-то происходит стрессовая ситуация, я вижу, что стимы все-таки где-то проявляются. Вот то, что ребенок стал спокойным, я считаю, ему дало хороший толчок для его дальнейшего развития. У него улучшилось понимание обращенной речи. Он в плане того, что он стал реагировать на просьбы, там, помоги, подними, подай. И я вижу, что если он что-то не понимает, что я хочу от него, то я как бы ему помогаю и показываю это, надо там туда. В принципе, он начинает проявлять заинтересованность в том, чтобы что-то тебе сделать. Он стал лучше смотреть в глаза, он стал более физически активным в плане того, что у нас сейчас зима, и мы катаемся на санках. Я вижу, что этот процесс ему нравится, он смеется, он тащит эти санки на гору. В принципе, он достаточно активно радуется этому. Стал кататься немножко на велосипеде. Раньше у нас была проблема, мы его сажали, показывали, как нужно ножками крутить. Но вот последние пару недель он стал садиться на велосипед сам и проезжать небольшое расстояние. Но, в принципе, это уже большой прогресс. Сейчас мы вот учим его кататься на роликах, ну и у нас тоже, если сначала это было ругань, не хотел, то сейчас, я смотрю, начинает где-то уже лучше своё тело чувствовать. Ну и, как бы, соответственно, он уже проявляет заинтересованность в процессе. Он стал более сообразительным. Вот свою любовь к цифрам и буквам он стал проявлять в новом русле. Он любит кроссворды разгадывать, он любит судоку, он где-то находит какие-то игры достаточно сложные и разбирается в них сам и приходит к тебе за помощью. В принципе, у него сообразительность, я вижу, что очень повысилась. Стал также более любопытным. У нас сейчас начались проблемы из-за этого в магазинах, потому что ему нравится бегать, смотреть, трогать. Всё, как бы, его кругозор расширился. И, соответственно, в его кругозор попадаются новые и новые детали, которые нужно изучить. Ну, немножко это усложняет сам процесс похода в магазин, но, в принципе, это достаточно положительное качество на сегодняшний день. Стал лучше применять речь. Но всё-таки это, конечно, предложение из двух слов, не из трёх, но всё же он стал более активно её применять, эти слова. Хотя в его возрасте пять с половиной лет, это, конечно, достаточно большое отставание в речи. Также он стал играть со своим младшим братом. Утром он бежит и ждёт, пока он проснётся, залазит в её кроватку и потом там дурачатся, бесятся, играют в халабутки. В общем, я стараюсь ему, как бы, комментировать, что он должен говорить брату. Ну, то есть он повторяет за мной, чтобы брат понимал, что он от него хочет. То есть у нас достаточно в этом отношении тоже хороший толчок, что, как бы, он начинает применять речь к своему брату младшему. Ну, и также я вижу, что он достаточно озабочен к своему брату, в плане, что вот у нас были гости, было много детей, и вот он какую-то озабоченность проявлял, как бы, как бы, оберегал его, что ли, чтобы, как бы, не наступили, ваш брат ещё только ползает, не наступили, не ударили, в общем, он ходил, сидел за братом. В принципе, вот у нас на сегодняшний день достаточно яркие и большие сдвиги, просто колоссальные успехи. Большое вам огромное спасибо, Давид, за вашу помощь, поддержку. Я просто, я просто счастлива. Спасибо вам большое.